добрый день вы смотрите итоги дня информационного портала улправда.ру с вами сергей прус смотрите сегодня в выпуске как ульяновским фермерам получить грант агро стартап ульяновцы смогут посетить сокровищницы ленинского мемориала школьники региона учатся создавать компьютерные игры и веб-сайты как в городе отметят день железнодорожника вчерашний день был отмечен визитом губернатора сергея морозова в южную часть ульяновской области в старой кулатке был проинспектирован ход строительства внутрепоселкового газопровода реализация проекта по благоустройству населенного пункта проверка ремонта дорог а также посещение сельскохозяйственных угодий и контроль уборочной компании одним из важных мероприятий стало проведение выездного аппаратного совещания подробности у егора титова аппаратное совещание прошло в старой кулатке где в понедельник работал губернатор сергей морозов одним из главных вопросов заседания стало выполнение национальных проектов наступившей неделе телеком посвящена нацпроекту международной кооперации и экспорт общий объем внешней торговли области вырос за прошлый год до полутора миллиардов долларов сша мы с вами привыкли все мерить не просто абсолютными цифрами но и процентами так вот аналогичным уровнем прошлого года темп рост составляет более 15 процентов и это далеко не предел по итогам прошлого года 102 страны стали торговыми партнерами ульяновской области кроме того 140 компаний завязали партнерские отношения с регионом по итогам статистики которые имеем за четыре месяца текущего года с января по апрель ульяновской области экспорт составил 533 80 миллионов долларов сша это почти четырехкратное увеличение к прошлому году но это примерно треть от годового экспорта в основном такой серьезный рост произошел за счет промышленных продукции автомобильной авиационной промышленности мебель игровой и спорт инвентарь электроприборы и аппараты связи вот основные статьи экспорта хорошие показатели по внешней торговли у сельского хозяйства важную роль в экспорте играет айти сфера и в дальнейшем она будет только возрастать продолжение темы губернатор уведомил участников совещания о том что подписал закон о внесении изменений в областной бюджет доходная часть возросла почти на 1 миллиард 100 миллионов рублей расходная на полтора миллиарда мы вышли на дефицит на дефицитный бюджет мы понимаем что это такое это дает нам возможность более ответственно вести бюджетную политику потому что мы не имеем права наращивать долговые обязательства сверх тех норм которые были утверждены а с другой стороны это дает нам возможность увеличить расходную часть бюджета и таким образом так сказать там решить достаточно большое количество вопросов деньги пойдут на первоочередные социальные нужды значительная часть средств будет потрачена на выплату зарплаты платы работникам бюджетной сферы на мер социальной поддержки на здравоохранение образование что касается последней отрасли то губернатор напомнил разработки областного закона статусе учителя аналогов ему нет ни в стране ни в мире но кроме этого в госдуме сейчас разрабатывать закон о снижении бумажной нагрузки на учителей законопроект направленный снижение бумажной нагрузки для учителей в российской федерации для ульяновской области будет являться приоритетом если даже предположим значит так этом он по тем или иным причинам не будет приниматься на или там затягиваться на федеральном уровне тогда давайте значит подумаем как разработать аналогичный законопроект на территории ульяновской области обсудили на аппаратном совещании подготовку образовательных учреждений к новому учебному году она должна завершиться до 25 августа всего в области должны быть принято 776 школ и детских садов из 61 учреждения уже предъявленного к приемке 17 не смогли сразу пройти эту процедуру причина на мой взгляд смешные первое отсутствие записи о перезарядке огнетушителей журнале огнетушитель перезарядили журнал не записали а документация сопровождается при проверке далее знаю что придет комиссия по приемке накрасили все полы так что комиссия не смогла зайти губернатор потребовал более строго подходить к приемке образовательных учреждений если школа даже с второго раза не прошла процедуры надо ставить вопрос о занимании должности директором к строгим мерам ответственности необходимо привлекать руководителя управления образованием муниципалитета которые отстают приемки образовательных учреждений глава области на аппаратном освещении также сообщил что следующий год в регионе будет объявлен годом молодежи кроме того губернатор поручил начать разработку законопроекта поддержки молодых специалистов планируется что она будет оказываться во всех отраслях льготы будут разными например их будут получать при санитарно-курортном лечении а кроме того губернатор обратился к молодым жителям региона с просьбой рассказать своей истории успеха в социальных сетях и городе стов александр кудрючов новости у правды тв для жителей региона появилась новая форма господдержки гранты агро старт ап они помогут сделать первые шаги тем кто собирается организовать фермерское хозяйство первые получатели гранта уже есть начинающих фермеров посетил министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий михаил семенкин о том как прошла встреча расскажет наш корреспондент гельфия азизов и старые кулатки в сельском хозяйстве не первый год однако организовать личное подсобное хозяйство отважилось не так давно небольшом хозяйстве живут коровы гуси утки овцы этим летом удалось выиграть грант агро стартап который пойдет на покупку телят и сельхоз техники собирали там дали в альянс отвезли теперь хотим вот на эти деньги купить трактор дискоборн и телят купить хозяйство азизовых накануне посетил министр агропромышленного комплекса михаил семенкин а кроме этого встретился с молодежью старой кулатки рассказал о мерах поддержки в сельском хозяйстве грант агро стартап сформирован в рамках нацпроекта малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы деньги могут получить хозяйство или граждане на создании развития фермерского хозяйства поле этой программе конечно безусловно у нас есть ряд приоритетных направлений которые мы в первую очередь предусматриваем это развитие животноводства это как молочное мясное скотоводство соответственно ну и конечно безусловно мы прекрасно понимаем что без кормовой базы сельхознеропроизводителей в области животноводства не обойтись поэтому также соответственно предусмотрено с так скажем учитываем возможность закупки сельскохозяйственной техники для того чтобы начинающий фермер мог получить соответственно свой бизнес под ключ точный размер гранта определяет конкурсная комиссия с условием что не менее 10 процентов в плане расходов составят собственные средства получателя общая сумма планируемых претендентами к получению грантов 154 с половиной миллионов рублей преимущественные направления расходования гранта это приобретение сельхозтехники и оборудования а также крупного рогатого скота день железнодорожника отметит в ульяновске в городе состоится цикл мероприятий как для взрослого населения так и для юных горожан напомним день железнодорожника традиционно отмечают в первое воскресенье августа по традиции центральной площадкой станет парк винновской рощи здесь 9 утра до часу дня будет организована работа спортивно-развлекательных площадок керлинг лучный тир кикер баскетбол и архоккей перед гостями выступит танцевальные и вокальные коллективы региона в ульяновске школьники учатся создавать компьютерные игры и веб-сайты в достаточно юном возрасте ребята знают что такое программирование html каскадные таблицы стиля css и скрипт код на днях в клубе программирования прошел мастер-класс для мальчишек и девчонок подробности в материале наталья чумаченко в регионе проводится системная работа по влечению детей молодежи в информационные технологии летний период школьники могут стать участниками айти интенсивов воспитанникам клубов робототехники и компьютерных школ так в клубе программирования для школьников на улице льва толстого здание гп-10 прошел одноименный мастер-класс рассчитан на школьников старшего возраста вы увидели что фирма 1с запускает такой федеральный крупный проект как 1с клуб программирования и мы решили присоединиться к этому проекту открыть флиал в ульяновске сейчас мы ведем деятельность и обучаем ребят по трем направлениям с помощью курсов ребенок может стать юным пользователем пк чуть позже заняться системным администрированием или 3d моделированием старшей школе изучить язык джава и подготовиться к егэ по математике и информатике на наших занятиях с ребятами мы изучаем основы в программировании начинается все изучение языка разметки гипертекста html далее у нас идет стилистика то есть мы добавляем стиль к сайту используем каскадные таблицы стилей css и в дальнейшем у нас идет работа с джава скрипт кодом то есть все поведение элементов на веб странице на мастер-классе ребятам рассказали о самых популярных языках программирования и предложили попробовать написать собственную рабочую программу мальчишки и девчонки в свою очередь с удовольствием прослушали лекцию и продемонстрировали свои знания на практике кульминации мероприятия стала презентация ребятами своих собственных работ я занимаюсь около полгода наверное даже год где-то мне нравится потому что я люблю заниматься таким делом то есть создавать сайт писать что-то я написала в код для игры змейка змейка бегает по полю который имеет стенки она собирает яблоки и увеличивается в размерах игра усложняется тем что змейку растет и становится сложнее и управлять напомним одной из задач национальной программы цифровая экономика является привлечение учащихся высокотехнологичную сферу благодаря подобным проектам ребята могут познакомиться сайте сферы региона и решить насколько им это интересно а также хотят ли они в будущем продолжить обучение по этому направлению наталья чумаченко даниил сурков новости ул правда тв новые рабочие места для жителей ульяновского региона предоставит сервисный центр банка открытия помещение по обслуживанию клиентов центральной части россии банка оборудуют в рамках инвестиционного соглашения проект предполагает создание большого сервисного центра для клиентов финансовой организации с 1000 рабочих мест для жителей нашего региона снаружи активный демонтаж фасада внутри кипит основная работа здание под номером 22 на улице октябрьская шаг за шагом появляется сервисный центр банк открытия создание контактного центра всероссийского масштаба в ульяновской области инвестиционный проект соглашение сотрудничества с руководством банка сергей морозов подписал в начале этого года сервисный центр условно разделен на две части первая колл-центр вторая подразделение операционной поддержки и финансовой дирекции наш проект является особо значимым проектом ульяновской области получили статус в прошлом году и соответственно как бы проект мы считаем что как бы я считаю лично что для области как бы очень значим потому что мы создаем дополнительные рабочие места которые наверное будут очень интересны нашим гражданам нашим жителям на втором этаже здания с 3 июня работу начала дневная смена сейчас центре трудится 160 человек здесь их принято называть не операторами а специалистами в конце августа заработают остальные подразделения центра поэтому до конца года работу получит еще 300 человек всего до 2020 к работе в сервисном центре планируется привлечь до 1200 жителей региона всем тонкостям работы обучают и в самом здании при контактном центре открыто два учебных корпуса для помощи молодым специалистам работа очень интересная звонят как я уже говорил к ленту со россии то есть это не простая входящая линия мы клиентам помогаем то есть мы рассказываем им то как нужно им действовать на месте дтп подсказываем их дальнейшие действия регистрируем страховые случаи консультировать им по статусу дела сервисный центр в ульяновске нацелен на работу с клиентами центральной россии принат алиулова юрий конихин новости управды тв в преддверии двух крупных юбилеев 150 летия со дня рождения владимир леча ленина и 50-летие ленинского мемориала создан новый экскурсионный маршрут в него входит посещение первого и второго этажей музея а также выставочные галереи большого зала организаторы обещают интересные экспонаты среди которых интерактивный макет ульянов с горд музеев на котором представлена историческая часть города также откроется фото выставка от царя до президента посвященные визитам первых лиц государства в симбирск ульяновск среди которых был даже петра первый на выставке раритеты ленинского мемориала собраны произведения искусства уникальные экспонаты рассказывающие о жизни владимир ильича и семью ульяновых режим работы музея со вторника по воскресенье с 10 утра до 6 вечера обзорные экскурсии проводятся по графику в 12 в 2 и в 4 часа дня телефон для справок 44 20 80 согласно прогнозу синоптиков предстоящие сутки в регионе сохранится прохладная погода высока вероятность дождя завтра в ульяновске ожидается температура 15 градусов по цельсию ветер северо-западный 2 метра в секунду магнитное поле спокойное ультрафиолетовый индекс низкий это все новости на сегодня смотрите нас на информационном портале у правда точка ру по будням 1850 до завтра а а а а а а а а а и Продолжение следует...